Пенсионеры – одна из самых незащищенных групп населения. Есть уполномоченный по правам ребенка, по правам предпринимателей. Пожилые же люди зачастую остаются без помощи. Именно поэтому в ходе визита в Иваново Игорь Зотов, депутат Государственной Думы и председатель Российской партии пенсионеров «Восправедливость» просто не мог не встретиться с горожанами. Только ленивый министр сейчас не пытается засунуть руку в карман пенсионеров. Все собираются бюджет сформировать так, чтобы урезать социальные выплаты. А президент России наоборот выступает. Все социальные гарантии государства должны быть выполнены. И мы, как партия пенсионеров, стоим на страже этих социальных выплат, этих гарантий. Мы бьемся с Министерством труда и социального развития по пенсионной реформе. Ведь у нас в стране прошла ни одна пенсионная реформа, и ни одна до конца не дошла. На встречу с гостем из столицы собрались десятки ивановцев. Почти всех сюда привели вопросы, на которые хочется получить ответы. Или проблемы, которые требуют решения. Главной темой, интересующей ивановцев, по-прежнему остается ЖКХ. Я хотел бы высказать в отношении ОДН. Это касается всех присутствующих и всего населения города Иваново, и не только Иваново. Иваново в области первоценны. Значит, попытки что-то тут изменить ничего абсолютно не дают. Мы знаем, что существует такой опыт в Омской области вмешалась прокуратура, Омская прокуратура. И в судебном порядке ОДН был отменен. Спасибо вам за информацию. Омская область. Здесь у нас там, да, пациент регионального отделения. Я у него точню. И если это есть, пришлю сюда, напишу генеральному прокурору. Я имею такое право, и они обязаны ответить нам. Я знаю вашего прокурора областного. Знаю, потому что он из стола пришел. Обращусь к нему. И ради бога, я только за, вы пришли, вы нам ставьте задачи. В этом году у жителей города появилась еще одна головная боль. Счета, закап, ремонт домов. Вопрос, над которым задумывался каждый, платить или нет. Когда вам во второй платежке угрожают, что типа, если вот вы за вторую не заплатите, и на вас подадут в суд, я вам могу сказать, что это блеф. Блеф организации, которая сейчас вот на этой волне хочет собрать, ну так по-русски бабло. До тех пор, пока с вами, как с собственниками жилья, не заключат договор, вы в принципе обладаете птичьими правами на получение капитального ремонта. Это я говорю абсолютно серьезно. То, что они сейчас вывешивают на ваших подъездах, без печати, без подписи, что типа капитальный ремонт вашего дома будет там через 20 лет, да? Это финкина грамота. Это абсолютно серьезно. Потому что, когда через 20 лет вы с этой бумажки придете, они вам скажут, вы нам что принесли. Тут ни подписи, ни печати нет. Кстати, именно по проблемам ЖКХ партия планирует запустить у нас пилотный проект. На вопрос, почему именно Ивановская область станет контрольным регионом, Игорь Зотов отвечает просто. Докладывать результаты нашей работы мы же будем министру ЖКХ. И как ни министру ЖКХ, который болеет душой за Ивановский регион, не увидит те пробелы в законодательстве, которые существуют на данный момент. Встреча с Ивановцами длилась больше двух часов. А поток вопросов и жалоб от жителей города все не иссякал. Теперь ответы и квалифицированную юридическую помощь сможет получить каждый обратившийся. Общественная приемная Игорь Зотова в нашем городе уже начала свою работу. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванова.